На дворе осень, а значит очередной садовый сезон близится к концу. И сейчас мы с вами будем вместе готовить наш сад к уходу в зимовку. Ведь от того, как правильно вы проделаете все эти операции, зависит то, с каким настроением деревья войдут в новый сезон. Итак, осень – это лучшее время для посадки яблони, груши и практически всех ягодных кустарников. Особенно если климат в вашем регионе жесткий. Для тех регионов, где зимы мягкие, теплые, сажать осенью можно практически все, включая персики и абрикосы. Но если вы приобрели абрикос, вишню, черешню и не хотите рисковать их здоровьем, положите их в прикоп, а весной посадите. Либо перенесите приобретение теплолюбивых культур на весну. Именно осенью лучше всего сажать такие любимые всем ягодные кустарники, как смородина черная, красная, крыжовник, жимолость. Дело в том, что они очень рано начинают вегетацию. Иногда раньше, чем начинают продажу саженцев весной. И если вы посадите их именно сейчас, осенью, то весной они распустятся с очень хорошей энергией и, возможно, дадут урожай уже через год. При выборе саженцев прошу обратить внимание на следующие моменты. Лучшим индикатором готовности саженца к посадке является хорошая верхушечная почка. Если на верхушке саженца находится хорошенькая толстенькая почка, значит саженец завершил рост и готов к посадке в сад. А если вместо него вы видите молодой растущий мягкий побег, от приобретения такого саженца лучше отказаться. Ну и, конечно, обращаем внимание на здоровье. На саженце не должно быть повреждений, болезнями, вредителями, крупных ран. Небольшие потертости и царапины допускаются. Не должно быть разрывов ни веток, ни корней. А сами корни должны быть богатыми, светлыми и влажными. Это значит, саженец не пересушен. Ну а кора гладкая и блестящая. Все это свидетельствует о том, что саженец здоров, крепок и прекрасно переедет на новое место жительства. Ну и, конечно, посадку новых деревьев желательно завершить хотя бы за две недели до наступления серьезных холодов. За это время деревья прекрасно укоренятся и адаптируются, и уйдут в зиму. Следующий важный момент, который ну ни в коем случае нельзя упустить именно этой осенью, это влагозарядковый полив. Небольшие дождики, которые прошли, немножко восполнили дефицит влаги, но только в верхних слоях почвы. При попытке копнуть поглубже, особенно те участки земли, которые были заросши газоном, я обнаружила, что почва на глубине 15 сантиметров абсолютно сухая. Это значит, поливаем и плодовые, и ягодные, и декоративные растения. Для них сейчас запас влаги жизненно необходим. Если вы это не сделаете, саженцы, деревья, кустарники могут вымерзнуть, либо потом очень долго болеть. Если вы еще не покрасили растения, берем кисточку, спешим в сад. Главное выбрать хороший день, солнечную, сухую погоду, а желательно, чтобы сухая погода продержалась еще 2-3 дня. Тогда краска прекрасно схватится и продержится весь сезон. А ведь краска защищает наши деревья от зимнего яркого солнца, от перепадов температур. Ну и, наконец, именно осень, период листопада, прекрасное время для того, чтобы, наконец, разобраться со мхами или шайниками, которые иногда поселяются на наших плодовых деревьях в саду. В это время вы можете приготовить зольный щелок, 3-4 килограмма печной золы на 10 литров кипятка, настоять, сцедить вот этот отстоявшийся прозрачный раствор и опрыскать те деревья, которые уже сбросили лист, и у которых вы четко видите, где на стволе и ветвях находятся лишайники. Щелок сжигает их, и потом они либо сами легко осыпаются, либо отшелушиваются при помощи хорошего жесткого веника, либо щетки. Сами по себе мхи или шайники особо вреда не приносят, но они свидетельствуют о том, что у дерева что-то не в порядке, оно ослабело. Они сигнализируют о том, что вам следует обратить на них больше внимания, больше подкормки, больше ухода, полива. Ну и потом, во мхах или шайниках прячется огромное количество насекомых-вредителей, которые собрались с них перезимовать. Они создают излишнюю влагу, особенно в развилках ветвей, и там потом поселяются болезни. Поэтому не упускайте возможность очистить свои плодовые деревья от мхов или шайников. Ну и, наконец, очень важно именно в этот период провести санитарную обрезку. Если вы где-то видите поломанные ветки, больные ветки, не откладывайте до весны. Срезайте сейчас, замазывайте срезы, и ваши растения будут здоровы. Ну а чтобы растения были еще здоровее, не упускаем искореняющие обработки из внимания. Если у вас еще держится лист, не поздно провести обработку крепким раствором мочевины карбамида, либо селитры. А если лист начинает сыпаться, а в саду уже есть раковое заболевание, то карбамид здесь не поможет. Берем препараты меди. Трехпроцентный раствор бордосской жидкости, медного купороса, оксихома, других препаратов меди, поможет предотвратить заражение и распространение раковых болезней в саду. Повторю, это особенно важно для тех, у кого в саду уже есть болезнь коры древесины, либо рядом у соседей такие деревья прекрасно себя чувствуют. Споры они рассеивают, поверьте, на сотни метров. Поэтому профилактика именно сейчас, осенью, когда идет самый большой рассев спор, жизненно необходима. А также не забываем защитить свой сад от мышевидных грызунов и зайцев, если участок недостаточно хорошо огорожен. Эти вредители способны испортить настроение любому садоводу. Поэтому приветствуется еловый лапник, если есть в наличии, защитные сетки или на худой конец пластиковая бутылка на основании штамба, чтобы спасти яблони от мышек. И особое внимание обращаем на молодые свежепосаженные деревья. Конечно, покраска обязательно для всех, а для молодых в первую очередь. У них очень тонкая кора. Защита. Возможно, растениям, которые еще только посажены, не успели адаптироваться, понадобится хорошая защита в виде лапника, либо специальных чехлов от зимнего солнца, от ветра, от холода. У молодых растений корневая система еще поверхностная. Она не успела уйти глубоко в землю, поэтому легко подсыхает и легко повреждается морозами. Поэтому обязательно мульчируем приствольные круги у саженцев, которые мы сейчас посадили, а также у молодых растений, у молодых деревьев, торфом, компостом. А если морозы уже вступили в свою силу, то и перепревшим навозом. Слой мульчи должен быть не менее чем 7-10 сантиметров. Только тогда она действительно эффективно работает. А перепревший навоз, внесенный приствольные круги, рассыпанный по приствольным кругам именно после морозцев, ни в коем случае не скажется на азотном питании растений в этом году. Растения уже находятся в глубоком покое, почва промерзшая, и перегной будет работать как одеялко. И только весной, когда почва тает вместе с талыми водами, азот из него пойдет в корни именно в тот момент, когда растениям нужно. Также можно добавить органоминеральный комплекс именно в конце сезона. Он поможет растениям весной начать вегетацию с полным набором необходимых питательных элементов. Вот такие нехитрые правила помогут вам подготовить свой сад к зиме, хорошо ее перенести и начать новый сезон в полном здравии и с надеждой на хороший урожай. А теперь ответы на вопросы наших зрителей. Один из наших постоянных подписчиков спрашивает, что с его яблоней Антоновкой. Яблоки красивые, деревце молодое, всего 5 лет, плодоносит 2 года, а внутри они коричневые, мякоть рыхлая. В чем дело? Основной причиной изменения мякоти является то, что сейчас Антоновка очень быстро перезревает. Еще в начале 20 века это был классический зимний сорт. Теперь это осенний. Потепление в действии. Поэтому оно уже на дереве перезревает и становится рыхлым. Чтобы этого избежать, во-первых, снимайте ее раньше. А во-вторых, обратите внимание на минеральные подкормки растений. В первую очередь микроэлементы. И подкормки комплексом микроэлементов, в которых содержится обязательно бор, марганец, молибден, цинк, нужно начинать уже после отцветания, когда только оформляется зависть. Хотя бы три обработки, допустим, таким удобрением, как кристаллон, либо эколист, в которых есть именно эти микроэлементы, помогут предотвратить побурение сердечка у яблони и у других яблонь, у которых есть такая проблема. Следующий вопрос. Весной у трехлетней сливы раскололись две ветки, растущие под острым углом. Раскол обработала. Ветки живые, дали небольшие новые приросты, но раскол не затягивается. Какие стяжки можно применить? Вполне возможно, если рана не рубцуется и не срастается, придется одной из веток пожертвовать. Либо очень серьезно ее ослабить, чтобы уменьшить нагрузку и предотвратить дальнейшие разваливания дерева. Дело в том, что очень сложно срастить, бывают такие вот разрывы. Они очень глубокие. Если вы же хотите все-таки попробовать стянуть, то используйте стяжки широкие, плоские, чтобы не травмировать кору, не пережимать ее. Возможно, даже подкладывая под них деревянные планочки, брусочки, чтобы опять же уменьшить травмирующее воздействие. И ту ветку, которая наиболее сильно отходит от вертикали, нужно ослабить. То есть укоротить ее с переводом на боковую, чтобы уменьшить нагрузку. И все-таки подумайте, пожалуйста, над тем, что, возможно, одну из веток придется удалить, чтобы дать растению возможность полноценно зарубцеваться. Ну и, конечно, сложно точно дать вам совет, не видя само дерево, не видя сам разрыв. Имеет там смысл лечение, либо нет. На будущее я прошу наших подписчиков, наших зрителей присылать фото своей проблемы, чтобы мы могли действительно объективно, профессионально оказать вам помощь. Процветание вам и вашему саду. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok